Всем доброе утро! Слушайте, как я эту тему из виду упустил, каюсь, грешина, речь идет о том, слышали вы или нет. Экс-губернатор Челябинской области, господин Дубровский, которого еще некоторое время назад обвиняли в какой-то чудовищной коррупции, там 23 миллиарда, фигурировала такая сумма, которая пропала на дорожном строительстве, в том числе при попустительстве губернатора Дубровского, а затем губернатор Дубровский, который ушел в отставку полгода назад со своей должности, уехал, находится сейчас в Европе, по одной из версий, в Швейцарии. Так вот, долго-долго, почти месяц-два ли даже, шумели об этой коррупционной истории, шумели в том числе и федеральные СМИ, и вот случай свершилось чудо. 22 октября, если мне не изменяет память, вопрос по поводу Дубровского задали Пескову, и он сказал, что, ребят, я не могу никак комментировать это дело, да, должен решать суд, точку в этом деле должен поставить суд, а уже на следующий день следственные органы МВД заявили, что дело в отношении Дубровского прекращено, не виноват он, то есть 23 миллиарда куда-то пропали, там очень долгая сложная история была, потому что пропадали они в течение нескольких дней, ой, в течение нескольких лет, с 2014 года по 2016, если мне память не изменяет, одна из коммерческих структур на шаг ноги выигрывала тендеры на дорожное строительство, деньги куда-то пропадали, дороги не делались, были возбуждены уголовные дела в отношении руководства этой предприятий, что удивительно оказались, Дубровский, он же из бизнеса пришел, вот эти вот товарищи оказались бизнес-партнерами господина Дубровского, но дальше начались удивительные совпадения, как только человек возглавил регион, дела в отношении этих товарищей были закрыты, а потом произошла еще более интересная история, вот эти вот товарищи пошли и переписали свой бизнес на некую женщину, которая совершенно случайно оказалась любовницей господина Дубровского, еще и матерью их общего ребенка, я это все рассказывал, показывал в эфире, но, повторюсь, видимо, это только мои домыслы, будут Дубровские, не при чем. Напоминает эта история не менее громкий коррупционный скандал, связанный с господином Сердюковым и его подругой Васильевой, и чем все это закончилось, вы знаете, пшиком, Сердюков никуда не девался, продолжает работать в госструктуре, в государственной корпорации Ростех получает хорошие деньги, его подруга Васильева, с ней тоже сняты все обвинения, она там сидела 40, по-моему, дней, и сейчас ей все вернули, спокойно занимается каким-то бизнесом, и вот так вот у нас борются с коррупцией. Все, давайте счастливого дня!